Всем привет, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Решила сегодня снять такой небольшой обзорчик по нашему огороду. Что у нас, как спеет, что-то уже поспело. Картошечка у нас уже, видно, хорошо стала подсыхать ботва. Скоро уже можно будет ее копать. Но еще не подкапывали, не смотрели, что наросло там. Сегодня хотим первый раз подкопать. Посмотрим, какой там картофель вырос уже, какие клубни. Ну, а так, в принципе, все замечательно растет. Здесь вот у меня растет лычок семейный. Вот так вот я немного его подраскопала, чтобы луковички уже росли. Не знаю, что-нибудь нарастет, не нарастет. Пока еще сидит, хотя уже время у нас сегодня 8 августа. Луковички еще такие небольшие. Ну, а что нарастет, то нарастет на семена хватит. Картофель тоже. Вот уже начал жутеть, ботва сохнуть. Вот так. Ну, и чтобы потом уже фитофтора не пошла. Сейчас немного еще подсохнет. И чтобы фитофтора не пошла в клубни, будем уже копать часа после 15-го точно. На улице у нас вот такая вот погодка. Туман рассеялся. Ну, еще немного есть. А так, в основном, вот такая вот дымка стоит. Ничего не видно. Здесь у меня, в общем, цветочки начали уже цвести. Это васильки самосеем. Календула самосеем тоже. Гладиосы он. Стрелы поупускали некоторые уже. Начинает цвести. А нютки тоже он. Только-только начали распускаться. Есть прям такие хорошенькие, крупные. Такие вот. Ну, они прям долго потом стоят. Хорошо. И астрочки он тут же распускается. Здесь у меня сидела редисочка, пока все травой зарастает. Чесночок, чесночок. Тоже более-менее уже нарос. Это вот здесь мамин чесночок. Там вот две грядочки. Мой чесночок я садила. Тоже здесь уже мои гладиосы распускаются. Такой вот розовенький. Бледненько. Ярко-розовенький. Здесь, я смотрю, темно-фиолетовый распускается. Ну, и хризантемки, конечно, попадали после дождя. Все после ветра. Ну, прям цветут так замечательно. Много цветочков. И все распускаются такой кучей. Понравились мне, в общем, хризантемки. В следующий год обязательно семянки пособираю и еще посажу. Здесь вот у меня базилик смесь я садила. Разный. Вот он начинает цвести некоторые. Ну, а так. В принципе, много наросло. Но на сушку будет достаточно. Такой прям ароматный запашистый. Морковочка тоже растет. Вот смотрю, опять одна. Цвет выпустила. Тоже хожу. Я тут поглядываю, подкапываю. Потому что вон она. Опять верхушки вылезают почему-то. Ну, приходится ее подрывать. Землю рыхлю и подсыпаю. Чтоб не зеленели уже. Ну, вот здесь прям сильно видно, что уже пожухла ботва. Ну, ладно, пусть еще немного постоит и будем заниматься копкой. Здесь у меня две грядочки морковочки, в общем, сидят. Еще одна у меня грядочка сидит на, 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 там в ограде. И вот здесь одна грядочка свеколки. Ну, свеколка, в принципе, тоже такая. Нарастает уже хорошенькая. Смотрю, вон, тепличка у меня опять лопнула. Здесь он опять расходится. Непонятно, почему опять. Ну, сейчас покажу, что у меня в тепличке. Дюшата тоже, он только увидит, уже все забегали. Вон они, красавцы, распушились. Вот здесь у меня сидит еще мой чесночок. Садила две таких небольшие грядочки. И еще лучок семейный тоже. Огурчики здесь тоже я собираю в столе. Здесь у меня капусточка сидит, цветы георгины. О, красавец, вот он. Висит опять. Кружится. Сейчас попробую сфокусировать его. Не, не хочет. В общем, вот так вот слизни, не знаю откуда они спускаются. По паутинке так. И потом уже на перцы, на помидоры, на густы все грызут. С утра сегодня уже, в общем, обрезала здесь всю ботву. Вот так теперь-то все выглядит. Такое лысое все стало. Немного оставила сверху. Ну, помидорки, в принципе, завязываются. Тоже начинает краснеть. А здесь где-то непонятно, наверху где-то лопнуло. Так, это ладно, потом посмотрю. Ну, в общем, помидорки такие, я бы сказала, хорошие. Вот эти томаты, это минусинские. Ну, в принципе, завязались хорошо. Они вон и выше висят. Есть. Макушки я им уже пообрезала, потому что смысла нет дальше тянуться. Вот такие они прям огромные. Ну, в принципе, этот сорт более-менее хороший. И завязывается много, и кисточки хорошие. Вот это вот еще получается, наверное, минусинский. А вот это уже пошли бабушкин секрет. Тоже такие хорошие гроздочки висят. Вот такие. Ну, посмотрим, сколько успеют завязаться. Сколько успеют, потому что теплица, смотрю, опять начала лопаться. И поэтому скоро нужно будет убирать. Так, здесь далее у меня пошли. Это получается Семеновна. Очень такой хороший сорт. Тоже вот начали краснеть. Много прям томатиков, столько на них висит. Они такие невысокие. Получается небольшие. То, что вверх пошли, это уже пасынки наросли. Ну, а так, в принципе, замечательно. Помидор достаточно. Так, далее у меня пошел обрутся. Ну, здесь нижние кисточки, я бы сказала, такие хорошие. Сколько здесь получается? 8-9 томатиков висит. Ну, вот они только нижние кисти по одной кисти завязались. Это благо у меня здесь по 2 томата в каждой лунке сидят. Вот так вот, в шахматном порядке. Ну, а так бы, я не знаю, по одной. По одному бы сидели, было бы вообще мало. По этой стороне у меня сидит вот эта большая мамочка. Вот эта сидит у меня обуденовка. Ну, тоже, в принципе, ничего, завязались хорошо. И вот эта томатика, не знаю, что-то они портятся у меня здесь. Тоже это давала мне мама томаты. В общем, тут краснеет и прям портятся. Я уже один красный такой выкинула. И вот так вот они почему-то именно... Сейчас покажу поближе. Вот у них почему-то все низа порченные. Ну, не у всех, конечно. Но почему-то портятся. Здесь у меня золотые яйца. Тоже я их обрезала. Ну, еще не все дорезала. Ну, в принципе, перцы есть. Я их запустила на самотек. И у меня вот так расследили. Вон, корни пустили тут по всему стволу. Больше не буду так запускать, когда их формируешь. Томатов намного больше, как вот грубо на томате Семеновне. А так, в основном, одна ботвана росла. Помидор мало. Так, здесь у меня сидят пуза тахата. Тоже видно, да, томатов нет. Писали мне, что томатов нет из-за того, что тесно сидят. Пробовала я, друзья, садить и по одному томату. Тоже был такой же результат. Все зависит от сорта. Это точно. Как мне говорили, что пуза тахата не очень хороший сорт. Но я все-таки решила попробовать. Многие писали, что хороший сорт. Но больше было таких негативных отзывов. Я на свой страх и риск решила попробовать. Ну, попробовала. Думаю, больше садить их не буду. Вот такие, в общем, томатики. Ну, томаты, я бы сказала, такие немаленькие. Вот такая вот гроздочка висит тут. Ну, вот один большой, остальные все такие средние. Ну, корявенькие. Не знаю, как на вкус будут. Попробуем. Но садить такой томат точно я больше не буду. Так. Здесь у меня пошли. Это, получается, сладкая гроздь. Томатики все завязываются. Завязываются они такие вот меленькие. Ну, на засолку, думаю, в принципе, будет самое нормальное. И вот здесь у меня уже идет томат кистевой. Тоже вот так вот они отлично завязались. Хорошенькие томаты. В общем, тоже сорт мне этот понравился. Ну, вот так вот все и пообрезываю. Вот так теперь все мои томаты стоят лысые. Это вот то, что в тепличке. Вот такие гроздочки здесь с ваткой гроздью висят. Ну, еще вот, если здесь уже краснеет, снизу еще помидорчики завязываются порой. Ладно, пошлите покажу, что у меня еще на улице там. Здесь вот у меня зацвела репка вся. Вот так она распустилась. Красота. Начали георгины зацветать тоже. Здесь вот астрочки у меня зацвели. Разные садилась здесь астрочки. Ну, только-только начинают распускаться. Сейчас попробую туда зайти. В заросли. Морковочка здесь еще такая маленькая. Ну, я ее садила здесь намного позже. Видно. Здесь вот у меня растет турнепс, дайкон. Турнепс уже здесь рвали. Ой, этот турнепс и брюква, а не дайкон. Дайкон, получается, у меня вот здесь, наверное, сидит. Да, вот он. Дайкон сидит. Дайкон Саша, по-моему, тут садила. Вот такие тоже хорошие. Здесь по одной стороне дайкон сидел, а по второй стороне, по-моему, репка. Да, здесь репка растет. Репка у меня и здесь вот, смотрю, на дорожке тоже повырастала. Хорошая. Он растет. Тут вот перчики у меня тоже острые. Некоторые уже краснеют, но растут. Апельсин он зазеленел по стволу тоже. Хорошо пошел расти. Так, теперь нужно как-то сюда выйти. Цветочки зацвели, распускаются понемногу. Здесь, получается, у меня уже мелкие беленькие цветочки отцвели. Вот такие вот были беленькие и розовенькие цветочки. Они отцвели и пошли зацветать уже другие. Я здесь просто в россыпи семена садила. Здесь вот у меня растет кедра. Моя маленькая еще пока сидит. Так, видно, не видно. Вот она, малышка. Подросла лилия тоже начала уже осыпаться. Некоторые уже отцвели и просто посыпались. Та вот еще там желтая и белая, по-моему, еще не распускались. Но желтые, наверное, вот эти вот, а вот это белые будут распускаться. Ну, по этой стороне все. И вот здесь вот у меня еще тоже хризантемки белые распустились. Двух сортов. Ну, вот они, малышки распустились. Интересные такие цветочки. Это вот такие. Вот с такими махровыми укропными листочками. Получаются вот такие вот ромашки, получаются хризантемы. А эти вот такие другие. Ну, интересные тоже. И вот это вот тоже хризантемки здесь садила. Георгины тоже у меня тут поломала, положила после дождя сильно. Астрочки тоже здесь начали распускаться. Красавицы. Вот такие вот. Ну, вот так вот беленькие хризантемки симпатично сидят. Вот здесь вот сильно прям положила все георгины. Поломала красный георгин. У нас же за ограду упал. Первый год посадила георгины. Обычно у нас не успевали распуститься. И мороз ударял. Сейчас как-то мороз сдвинулся. В августе уже нет морозов. Ну, вот и георгины почему-то в этом году раньше распустились. Ну, очень радует даже. Так, что у меня тут еще? Здесь у нас пока все завалено. У нее спаржа. Не знаю, как она называется. В общем, мы ее всегда называли спаржей. Это для букетов зелень такая. Начала распускаться моя. Гортензия. Вот так вот. Пока вот цветочки распустила. Здесь вот еще цвет. Еще на одной веточке. И вот здесь вот, смотрю, цвет стала выпускать. Ну, в принципе, разрастается. Пусть растет. Здесь не знаю, что за многолетник. Это тоже от мамы привозил, Саша. Посадили. О, ласточки пролетели много. Здесь вот у меня получается это фасоль. Стручковую садила. Здесь. Ну, не знаю. Она вот цветет. Завязываться пока не вижу, чтобы висели стручочки. Успеет ли она вообще? Нет. Я так поняла, что, скорее всего, ее тоже нужно рассаживать уже рассадой. Ну, и горошек здесь вот растет. Вон, какие горошки. Такие вот стручочки полные. Дети любят, но с горошек. Поэтому садим побольше. И вот здесь еще грядочка. Тоже все положила дождем. Ветром сильно. Так, здесь, получается, у нас грядки тоже растет. Брюква. Вот такая вот она уже. Ну, в принципе, вкусная. Мы попробовали, нам понравилась. Вот такая что-то. Ну, это сородичь репки. Ну, она такая помягче, чем репка. У репки, если есть такая остринка в конце, то брюквы дайкона такой как-то сильно нет. Там вот у меня первая грядочка получается. Турнепс, а не дайкон. Турнепс сидит, потом опять брюква, репка и снова брюква. Вот это у меня сидит капусточка цветная. Тоже только-только начинает завязываться. От ветра тоже все положила. И лычок. Кто помнит, я здесь садила рассады лычок. Пробовала семенами садить. Ну, поздно посадила. Да, мне так и писали, что нужно сажать его раньше, чтобы выросли хорошие луковички. Но даже то, что я посадила где-то, получается, в апреле, луковички какие-никакие, но наросли. Можно еще подержать их, чтобы они поросли. Посмотрим, что вырастут. Но на следующий год обязательно посажу семена пораньше на лук. Хочется вырастить свои головки лука. Посмотреть, вырастут нет. Ну и здесь у меня растет капуста и цветочки. Шафраны. Ну, цветы я сажу в капусте больше для того, чтобы отпугивали запах. Именно вот этот шафран, бархатцы, отбугивает гусениц, капустниц, получается, бабочек. Ну, поэтому я их так и сажу здесь. Ну и все. Вот весь наш огородик. Все растет, завязывается. Скоро сезон будет заканчиваться. Все уже хорошо завязывается, растет. Будем скоро заниматься уборкой. Уборкой.